Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Приступаем на отчет за прошедший день. Номер 53. Вопросы, пожелания, события дня. Задавайте вопросы. 01.02.2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II. Записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Ну, это я к тому говорю, чтобы люди знали все. Не просто знали, а прониклись этим. Это напутственное, как сказать, слово отошедшего императора. 300 лет династия Романовых закончилась, и вот к чему все это привело. Но уж говорить сегодня не приходится. Все покрыто ложью, изменой. Друзья вчера были, даже вот в интернете перепели, мгновенно там кто-то сказали, не прищищу, все, и он делается лютым врагом. Ну и все боятся, трясутся. А что боишься? Да мне сказали, буду знать, что с вами меня не прищастят. То есть прищастием игра, это самая страшная игра, в алтарях идет. И он не думает ни о чем, это игра. А как его брать? Ну никак. Ты должен знать, что никак ни от кого не зависит твое спасение. Есть у тебя епископ, нету, не имеет значения. Ты его признаешь, он тебя отверг. Ничего, это на суде Божьем выявится. Ты не будь виновен перед Богом. Наше спасение никому не вверено. Ни смерть, ни ад, ни силы, ни настоящие, ни ангелы. Никто не может отлучить от любви Божией. Он меня возлюбил, я живу по его заповедям. А разве может так, что отлучить от церкви? Может, в житиях святых говорится, видит пресвитера, у него затылок видно или затылка рот видать. Проказа проедена. За что он говорит? За то, что незаконно отлучал, от лишал причастия. Попыт, они ничего этого не знают. Почему из них большая часть погибает? Вот стоят священники, десять, минимум, минимум, шесть будут в аду. А кто это сказал? Леонид Златоуст. А Серафим Саровский, как будто ни одного не видел спасенного. Рыдал, плакал, три дня ночи Бог ответил, не пощажу, не помилую. Пусть самое страшное, что делается сегодня, это в алтарях. Игра при счастье. Это у старобрядцев также везде. Ну, а тут я прошу, кто в Одноклассниках бывает ВКонтакте, я там не бываю. Вот администраторы отсюда перетаскивали мне. Потом я отвечаю на своем форуме. А туда относятся. Прямо приходите на наш форум, на форуме. Ну и берите какой-то ролик и помогите краткое содержание его сделать. Я вот даю, вы почитаете, что тут некогда считать. И указать, где на какой минуте, о чем говорится. На какой секунде. Ну и дальше идем. Александр Арагель. Я красиво говорить не умею, но хочу. Юрий, ты смиренно подумай. Для того, чтобы так рьяно спорить, с кем ты споришь? Это он с баптистом имеет виду. С Юрием один он подошел к баптисту. Я думал, может быть, он и дальше залез в 50-нике. Это еще ниже падение. И вот он просмотрел этот ролик и дает ответ. Я имею в виду возраст, на стаж проповеди. Истина нашептывает тебе древний спорщик, клеветник и слуги его. Я сам такой, нет в ней покаяния. Странно, что ты в бой рвешься без запаса знаний, если ты решил настаивать на путь истинный лапкин. Ну, еще толкнул, говорит, враг. Говорит человеку, а дальше-то ничего и нет. Это нет представления о суде Божьем. Если ты думаешь, говорит, то передай. Передай, как есть. И вот такая царева. Там пацан какой-то там или шпаненок какой-то. И она везде залазит. Лаура, лаура, а ничего нет. И она теперь на других где-то там роликах говорит, что она говорит. Вопиющий случай. Сектант Лапкин обкрадывает старенькую бабульку. Ее маленькую пенсию. Требует десятину. Вот эти Лапкин требует. Где она видела? Где? Я требую маленькую. Она бабульку знает. Она ей нужна бабулька? Нет. Ей нужно укусить. А ничего она не может. Во-первых, я не требую с нее себе. Я говорю, ты не платила, где была, когда ушла от нас два года. И потом вернись туда. Там московская патриархия была. Заплати за эти два года. Потому что с ворами не знаем. Это вор. Вы меня обкрадываете, Бог говорит. Она ничего не знает. Кто там, пацан какой-то сидит. Это все и скотло патриархийно. Вот эти лают вокруг. Дальше. Манипулирует сознанием стариков. Манипулирует сознанием. Ему сознание-то нет, и все погасло. Манипулирует нечем. Стариков и пользуется их незнанием вопроса десятийного святия Евангелия. Вот она знает, значит. Сергей Попков называет бабульку воровкой, как заповедал главный идеолог Игнатий. Ну вот смотрите, бабульку Игнатий называет, а написание, ну кто тут говорит, пацан какой-то или кто. Даже трудно поверить, что-то в женском теле вот может такой злобный дух сидеть. Что требует, когда Библия говорит, Малахи, вы обкрадываете меня. Ну обкрадываете, что это означает? Обкрадываете, это ворует. За что? За то, что не платите десятину. Я эти слова озвучиваю, как они написаны, она не знает. А я говорю, понимаете, ничего нельзя сделать. Уши заткнуты, как аспиды глухие. Имеет уши, слышит, но не слышит. Дальше. Юрий Соболев, миром Игнатий Тихонович, попался ролик на глаза хулителей, Игнатий Лапкин за слово Божие меня не гнали, в кавычках. И так совпало, что именно вчера прочел Иоанна Златоуста об Иоанне Крестителе, натолкованием от Фединаста глава, что ведь и Иоанн пострадал не за Бога, не за Христа, а за обличение беззакония и жизни Ирода. Классные скайп ролики новые. Ну вот, видите как. Что тут, объяснять нечего. Вот смотрел ролик рождественских чтений о вас. Вот это в Москве они делали, рождественские, международные. Я брата Никиту попросил, вот там плохой звук какой-то, ворд перевести. Ты во сколько вчера лег? Где-то в 3.10. В 3.10 ночи лег только. И он уже не один день сидел там, трудно расслышать. Я говорю, ты сделай все, я отдельный ролик сделаю и покажу. Ну дали там ей какой-то, женщине там какая-то, ну кто. Ну обыкновенная советская, говорит, пешка. Абсолютно ничего не знает. Ну ей сказали промолотить, она промолотила. Но это все на нее накладывается, на ее потомство эта ложь идет. Они не знают. То есть они обрекли ее и закололи там. Да. Да ведь это все пшик. Попытка сделать ситуацию серьезной, придать ей вес. Неужели сами активисты верят в то, что их деятельность заслуживает серьезного внимания? Вот они собираются, чтения какие-то. Да все погибает, посмотрите, что есть тут. Любой на улице, любой бандит, любая проститутка, любой цыган. Все православные. Рот разденул, причастился и все. Как будто бы дыра в преисподнюю раскрылась. И туда толкают попы, толкают людей. Многие больные, немало умирает. Это все видно. И вот они сделали чтение, сидят. Там Дворкин. Берут мои труды какие-то, а что? Восвяти Библии. Сайт. Да кроме сайта есть еще и форум. Кроме форума Ютуб. Четыре тысячи роликов. Ничего не надо. И там-то все исказили, переврали, добавили. Я-то покажу где лживость. Измена, трусость и обман. И что дальше? Да подобные конференции совершенно не котируемы. И уж тем более незаметны на серьезном уровне отечественной гуманитарной науки. Это говорит преподаватель университета Академии Государственных в Красноярске Юрий Соболев. И курсы катехизаторские ведет при парке Красноярской. Такие проводятся сотнями ежедневно в России. Такие сотнями. Но я скажу, да, такие. Такие. Но такая вот одна. К ней будут обращаться. И чтобы разбор их делали, уже разбор начали. Уже люди откликаются. Они пытаются напугать вас тем, чего сами боятся, как дети, боящиеся темноты. Рассказывают жуткие ночные истории, пока не включат свет взрослый. Самое смешное, что похоже сами Сергей Дудин и компания поверили в действенность собственной компании под названием «Даешь беззаконие церкви, гони лапки на он нас обличает». О, вот это, вот все, что означает в конкретном и определенном случае. Это я просто хочу выделить, чтобы в дальнейшем вы уже знали, как есть. «Даешь беззаконие в церкви». То есть, они выпаривают ее. Вы будете искать по одной срочке, что вам говорил Господь. «А если это не я, это был бы другой». Какая разница, златоуста свергли. Павла искали убить. Христос говорил истину. Я говорю истину, а вы лжете. Я чту отца моего, вы бесчестите меня. Это все было. Это один и тот же падший дух. Он обуял церковь какую-то патриархину, потонувшую во лжи. Но вызовите меня, и я вам отвечу. Вы не вызываете, я обязан отвечать заочное теперь. Вы вокруг моих ресурсов-то пляшете. Мы же молимся за вас, Игнатий Тихонович, и благодарим, и славим Христа. А это все ими придуманное. Ширма, муляж. Муляж. Вот так. Как писал Дев Толстой о творчестве Андреева. Я видя Андреева. Он пугает, а мне не страшно. Вот так. Я отвечаю. Слышимость в ролике Аховой. Попросил Никиту переписать в ворде. Вот сидит уже несколько часов, переписывает в тетрадь. Потом уже на компьютер. То есть рукой переписывал Никита, тетрадь заполнился. Так дальше. Тогда выдам статистику и проценты лжи и выдумки. Каждый раз, когда слышал живые вопли и сиятельные сопли под эгидой значимости их пустобрешных званий, мне радостно, что ничего горшеньки-то они не могут найти, чтобы возвести на гильотину лизоблюдство лицемерия. Трудишься всю та темную ночь всуя. Если бы у людей была хотя бы самая малепустенькая вера, пусть уж вовсе даже зловалящая вера в то, что будет страшный суд Божий, и никогда-никогда уже не повернуться на землю, возвернуться, и ничего нельзя будет выправить, то только сплешнешь руками. Да что ж сделает эта церковная сталинско-беревская патриархийная структура с людьми? Нет веры, нет святости, нет честности и чего бы то ни было, что приближает к званию человека. То есть быть человеком это самое главное, и этого у них нет. И так как молюсь о таких лицемерах, то чувство такой жалости к ним, что ведь вполне даже может быть, что читая и слыша что-то из данного мне Богом, они же вполне может быть и чувствуют нечто из чувства радости, что вот наконец-то озвучено то, о чем тосковала наша душа-душонка, а высказать это не могут и трепятся прикосновения с таинственным небесным, что душа их может видеть хотя бы во сне, дает им некий сигнал радости, то нашли уже наконец родство, но всеобъемлющая трусость и корысть, корысть и всепотопляющая трусость и попытка служить Богу и мамоне, быть рабами грешных вероступников, человеков и служение Богу святому неподкупному, несовместимо и невозможно. Вот это что перед я сказал, вот это надо очень хорошо запомнить. Это невозможно. Они без мамоны не могут шагу шагнуть. Церковный бизнес, сокройте все это и вы увидите, ничего и нету. Народ пришел, нечего покупать. Вы устроили это не дом торговли, вертеп разбойников. Ну вертеп значит там разбойники. А кто разбойники? Ну первые, которые по злощенных ризах стоят. Первые разбойники. А кто это говорит? Патриарх Алексей Второй. Дальше. Так, пройдет время, и сожженная совесть не откликнется больше никогда на этот призыв, который был отвергнут и попран. И слушатели, чьи уши были хотя бы чуточку приоткрыты, услышали родственное. Родственное, да. О чем невыразимо в словах и вслух тосковал их душа, и не пришли на наши ресурсы. А посещаемость только на форуме отмечается в три раза больше стало посетителей. От того, что они выступили, и вот такое. Не кто-то там где-то, а именно с этим связано. Так что любая антиреклама есть по сути настоящая реклама. Вы-то как же нашли на меня, вышли на меня, друг мой и брат мой Юрий, услышав от Акураева отца Андрея о наших пенатах. И дальше. Он отвечает. Юрий Соболю. Эти строки, которые написали вы мне только что, Игнатий Тихонович, могли быть написаны только рукой свободного человека, человека с открытой, незапятнанной совестью, христианину с большой буквы, что имя уже вошло и останется на страницах истории христианства. И никогда, никогда такое и подобное не смогут описать те, кто продал собственную совесть, прежде задушив ее в зародыши. Те, кто наплевал на себя и свою веру в посмертное бытие. Те, у кого, может, и веры-то никогда и не было. Как понимают. Вы к этому огорнете, что говорит Юрий? А благодаря вам, дорогой Игнатий Тихонович, у сотен и, может, тысячи людей есть и будет возможность прикоснуться к подлинному православию, получить опыт настоящей веры во Христа, веры непостыдной, ревностной, ревностной. Без ваших трудов не было бы и наших регулярных занятий здесь. И в фото он ведет занятия, занятия при епархии. Большой зал видно, вот так. Да хранит вас Господь молитвенно всегда с вами. Я отвечаю ему. Посмотрел на вашу эту аудиторию и так захотелось там побыть. Вспомнилось многое и разное. Полвека на ветру быть. На стыке холодного и горячего, как грань в колодце воды и воздуха. Самое опасное и быстрое портящиеся место и всего, что с ним соприкасается. И во сне повторы вижу, что с ректором ведем беседу об открытии второго места занятий одновременно. То есть я в одном университете вел только занятия 17 лет, одновременно в высшем авиационном училище, во воинских частях, но мне все как бы не хватало. И я договаривался и сразу у меня в пяти университетах вел занятия. В пяти. В разные дни, в разное время назначали где-то. И во сне так у меня по сегодняшний день это и идет. С ректором Евстигнеевым Владимиром Васильевичем во сне, а он уже ушел в вечность. Дальше. Это моя стихия, как говорила исповедница и писательница православная Зоя Александровна Крахмальникова. Я книжный работник, а вы трибун. Мне кабинет, вам аудитория, площадь. Конечно, интернетные ресурсы есть в моем распоряжении. И скайп-беседы, но вживую иногда тянет встретиться с людьми. И не во сне только, все же не день, а полвека. И от края земли до края в народах и городах. Юрий отвечает. Благодарю, Игнатий Тихоревич, за вашу теплую поддержку. Это все и есть ваша аудитория. Ваша с большой буквы. То есть он сидит там, вводит ее занятия, а мне ее приписывает. Будто бы моя аудитория. Две группы два раза в неделю. Без вашего заочного наставничества. Недруги здесь заукурлыкают. Гуру, гуру. В терпении и любви Христовой, без указания на труды именно этих святых отцов, без обстоятельного разъяснения сложных вопросов, без скайп-бесед, без аудиоматериалов, этих занятий не было бы и в проекте. О как, как понимают. Люди ведут занятия, а мне ни один пишет. У нас ничего бы этого не было. Если бы я людей не толкал в патриархию, ну минимум 500-600 общин я бы в стране уже образовал. Господь через меня сделал бы это. А я посылаю их туда. Почему? Идите, покажитесь священнику. Хлопочите, чтобы открыли у вас храм, строить на строительство и все. И только перед Богом откроется. Как это все выглядело? Эти люди не верующие, которые нападают. Никакой веры нет. Они разбирают материал. Это уже сродник-историк. Он и должен события рассматривать, как они есть. А что бы мы из истории узнали? Если бы Иосиф Флавис склонился на сторону императора, он прямо говорит, какие или Тацит, или Плини младший. Если бы они все-то подыгрывали кому-то. Мы бы ничего не узнали о христианстве первого века. Пусть покажут, хулите ли ваши, хоть толику того, что сделали и делаете вы. Крепко вас отнимаю. Степаненко Максим говорит, куда вы нападаете? Да вы все вместе взяты, 5% того не сделали. Он это увидел. Почему вы это не увидели? Это человеку невозможно. Все говорят, невозможно. А Богу-то все возможно. Вы не доверяетесь Богу. Не знаете. Таланты не раскрыты. Бесталантные совершенно. Ну сказали, ну проболтала ты там, сказала. Налгала. Теперь пошла домой спать. Пошла домой, тебя муж там молотит. Дети не слушаются. А ты, а что это такое? Я в церковь хожу. Куда ты ходишь-то? Кому? Где ты языком молотила? Тебе пройди, залежи это все, что ты сблевала. Александр Андрусенко. Миром Игнать Тихонич. Наблюдая за потугами, кавычка, секта ведов и компания, приходят на ум слова. Собака лает, ветер дует, а караван идет. Спасибо, Христос. Вот так. Это человек, ну, Ульяновская область, Дмитрий Травград, кажется. Александр Лифанов. С миром Игнатий Тихонич прослушал ролик рождественских чтений. Соглашусь Юрием Соболевым. Действительно, из доклада получился пшик. Жду ваших комментариев. На канале у Сергея Парализованного и на конописце появился ролик с комментариями рождественских чтений отца Сергея Дудина. Наблюдая интересное поведение отца Сергия. Постоянное ерзание, сопровождаемое периодическим питьем жидкости из бутылки. Такое же поведение наблюдал в ваших беседах с сектантами. Во время разговора постоянно что-то пьют. С чем это можно объяснить? Благослови вас Бог. Я не раз говорил. Сидит там Смирнов и хлюпает, и хлюпает все это. Как не стыдно им, они этого не понимают. То есть омертвение души. Это внутренний уже как бы гиенский огонь уже горит, непрерывно пытается заливать. Да правдники по 40 дней не пили, не ели-то. Они ничего-то не знают. Ну, считают жития святых, как они были. Рисуют в лохмотьях. Ну, мне не лохмоть, а за обыкновенные. Вот этот я костюм. У меня со всех сторон его уже, ну, с заплаты. Ну, вот отлепилось, я сегодня ее пришью. Отцепилось, как мама говорила. И нападать. Да православным как нападать-то на это? Когда... Ну, вы же православные. Вы же знаете, что церковь никогда не осуждала. Я же не на пока сделал ее. Просто экономлю на этом. У меня все есть. Они не понимают. Это лживое православие. И он пишет дальше. Это кто? Александр Лефанов. Да. И восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волей моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Пророк. Это Александр Сергеевич Пушкин. Спаси Христос. Эти люди как мне поддерживают. Давай. Роман Малыш. Как будто анекдоты рассказывают, когда очередной Андропов, там, Черненко умрел, и Брежнев там встречает, а кто генеральный секретарь, и говорят, ну кто, Горбачев, а кто его поддерживает. Он говорит, да сам ходит, никто не поддерживает. Но он не привык, чтобы с двух сторон подпирали эти трупы с реанимации. И так и здесь. Роман Малыш. Господу нашему слава во веки веков. Мир вам, Игнатий Тихонович. Хочу поделиться интересным. Года два назад смотрел видео о том, что мечеть Амара должны разрушить, построить храм, в котором будут короновать антихриста. Чуть позже в ютубе наткнулся на видео. Бес, сидящий в бабке, сказал правду. Продолжительность видео пять минут. Где бес сказал, что храм уже готов, осталось только зачипизировать людей. А совсем недавно в том же ютубе смотрел видео третий храм, четвертый минут и пятьдесят секунды, из которого понял, что ничего разрушать не будут. А мечеть Амара, не совсем мечеть, этот храм идеально подходит под экуминизм. Ну не знаем мы это, как будет. Я об этом никогда не сужу. Бог покажет. Александр Марьясов. Мир вам, Игнатий Тихонович. Хорошая переписка. Видно, что написано с переживанием сердца. Это Соболево, и я ему отвечал. Мы действительно все близкие люди, хотя и находимся на расстоянии. Игнатий Тихонович, послушал я ролик. Звук действительно неважный, но больше не важный там докладчик. Это видно, что совсем неверующий человек. То есть женщина, которая там молотит. Достаточно было услышать ее три выдвинутых претензии и версии в докладе, что сразу понятно, что человек абсолютно не заинтересован, чтобы вопрос этот был разрешен с позиции верующих людей, почитающих Святую Библию. То есть не заинтересован. Я однажды прочитал такое, ну, в советское время, когда человек устраивался на работу, то его писали там графа, есть ли кто за границей, знаешь ли иностранные языки. Ну и везде прочерк. Нету, 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 нету. Ну а секретарша там, кто там пишет-то, на работу принимает, заполняет этот бланк-то. Ну напишет. Вы языки знаете? Он начинает ей перечислять португальский, хинди, китайский. И прочитал 15 языков. А еще, она спрашивает, еще. Он говорит, а на этих я только могу разговаривать. И такие редкие языки тут, там совсем рядом живут люди, там, кабардино-болгарский. Зачем он ему нужен-то? Только читать, говорит, могу на них. И она написала, у него получилось где-то больше 20 языков. Еще, он говорит, больше не знаю ничего. И она следующую грапу записывает и даже не повернула голову на него. Такие-то люди встречаются один, может, на весь Советский Союз был человек-то. И она не повернула голову, не взглянула, кто перед ней стоит-то. Самое-то главное, вы находитесь на моих ресурсах. Ну нет таких ресурсов. Нету в мировой сети. Ну нету. Я говорю, ну реально говорю, ну найдите такой сайт, чтобы 50 книг аудио было насчитано. Нету. Его нигде нету. Или заинами книги такие. Их нет таких книг. Таких ответов. Их нет таких нигде. Нету. И они не заинтересованы, не знают, не удивляются. То есть даже чувства самосохранения нету и чувства уметь удивляться. Вот я хотел и наконец увидел, птица, не птица, идет шваркает ногами. Как одна монахиня. При разливе Нила была, самые красивые места. И она там была. И она ни разу голову не подняла посмотреть на закат солнца. Ой, это греховно. Насколько извращено все в жизни. Дальше. Это очередная погоня за виражами. Показать, что они работают. Эта женщина, как я понял из слов Дудина, является представителем сектологии от московской патриархии. Сектология. В глаза не видели. Ну что значит сектология? Где? Я не принимаю это. А я покажу, сколько сектантов стали православными. В моем доме. Вот я сейчас сижу. Вот здесь я называю тех, которые уже встали на ноги. А другие, там, следователь КГБ, там, еврей обратился-то на ум. Еврей стал священником отца Геннадия Паста. Все знают где-то. Но не в вашем доме Бог привел в моем. И не от вашей слопы, а то, что из моих уст вышли. Дальше. Слушал и думал, да чего же у нас народ. Чуть вкусивший немного власти, желает обозначить себя великим умником и эталоном чистоты и правды. Даже не полагая, что этот их доклад больше похож на плевки через забор. Вот так. Плевки через забор. Чудесно. Брату Владимиру и брату Никите низкий поклон. Спаси и сохрани вас Господь. Игнатий Тихоныч, мир дома вашему. Помяните в молитвах Господу нашему болящую надежду, болящего младенца Ростислава. Спаси Христос. Дальше. Владимир Галиндухин. Миром, Игнатий Тихоныч. Полностью разделяю слова и мнения Юрия Соблева в отношении ролика. Рождественские чтения. Но когда же они научатся смотреть открытым оком во свете и Библии? Никогда. Они не могут этого сделать. Не могут. Им это не дано. А они, кажется, не там прописаны. Еще один больной вопрос хотел бы обозначить. Это современные духовные образования и школы. Привожу выдержку из письма Игумена Никона Воробьева к студентам МДА. 1961 год. Это плод ложной постановки духовной школы. Взяли механический внешний строй старой школы без его достоинств, без его опытных и образованных преподавателей, без учета нынешних обстоятельств и спокойно. Даже отношение к учащимся как к лагерникам, а не к свободным живым личностям, которым надо всячески помочь утвердиться прежде всего в вере, в живой вере в Бога. Вот это они не знают совершенно даже. Услышали свободное слово и спрятались. И я, нет, нет, я тут не слышал. Не слышал. Я издавал материалы М1М5. 14 лет отдал ему перед арестом. И полковник, полковник КГБ, говорит, тогда он был подполковник. И говорит, я зашел, там несколько отделов этим занимаются. Я закрыл дверь. Придется отвечать даже за то, что слышал. Вот какие материалы издали. Ну, во сне этого не видели, не слышали. Там было предсказано крушение Советского Союза. О том, кто пришел к власти. Вся история мировая до последнего вздоха, до последнего поворота. Вы же ничего этого не знаете. Мне Бог открыл, я это дал. Я за это заплатил лагерным сроком. Побоями, выкрученные руки, потерянное здоровье. Хуже того. При малой вере рассмотрение плотским лжеименным разумом, духовных истин приводит к снижению значения этих истин. Вот они не понимают плотским умом. Это Воробьев говорит. Дальше. Эти истины делаются предметом пререкания языков, в кавычках. Чуждым для души учащегости. Вера слабеет и даже исчезает из духовной школы. И выходит поэтому много самых ядовитых безбожников. Ядовитых. Вот кто такие. Сталин. Семинарист. Ну или не Взоров. Семинарист. Каганович окончил семинарию. Вот, пожалуйста. Дальше. Андрей Лошкин. Это молодой офицер. Сейчас служит в армии. Благодарю вас, Игнатий Тихонович, за прекрасный духовный материал, который, по сути, нигде не возьмешь. Может быть, сейчас он ничего не стоит, но через некоторое время он будет иметь очень большую цену. Спасибо, Христос. Молюсь о вас. И вы молитесь обо мне, чтобы я крестился истинным крещением и был на мне Дух Святой. Да поможет тебе, Андрей Господь. Он был здесь, приезжал из Мурманска, приехал сюда, чтобы побыть, отпуск провести. Незнакомый человек. Роман Малыш. Просматривал я этих хулителей и обличителей ролики, слепленные с вырезок детства. Христос для воплощения выбрал кормушку для скота, песня Светланы Копыловой «Ливанские кедры». А для обличения иерархов, сторожа печника, всего в заплатах, прошагавшего свой жизненный путь на одном дыхании, в пороческом духе. Труды ваши не поднять им всем, вместе взятым. Не поднять, не поднять. И они понимают, что избрал меня Господь для этого. А они понимают, слово «избрание», ой, он избран, да ой-ой-ой. Я сейчас и скажу потом. Когда я читаю Откровение 14.6, у меня возникают мысли. Если бы этому ангелу можно было производить фамилию, то только Лапкин. Еще такого не было. Первый раз такое слышу. Я вернулся, когда из заключения, а мне приносит один Акафист. Акафист написано, что ты что делаешь? Я же живой еще. Как страдал, как говорил, как на суде был. Валерий, спаси вас, Христос. На форум зайти не могу, так как не умею регистрироваться. В мой мир, Игнатий Тихонович. Там был цветочек с дельфином. Дельфин и цветочек не принимают. Выслаю вам фотографию для знакомства. Вместо дельфина. Всегда молитвенно с вами Галина. Ну вот видите как. Я не знаю сейчас, где тут показать. Где-то она была здесь. Нет, это не то. Где-то вроде она была. Нет, это не то. Ну, значит, где-то есть здесь ее фотография. Она, женщина, выставила фотографию. Новая фотография тут не видать нигде. Ну, значит, что-то у меня не получилось. Она прям фотография, платочки. Я думал, она откроется сама. Нет, не открылась. Дальше. Вот это я сейчас здесь. Да, дядя Дрю какой-то. Негатива, конечно, довольно много. С Божьей помощью хочется видеть и любить только правду. Вам, мой дорогой дед Игнатий, я бы от души своей, грешно молодой, посоветовал бы оглянуться по сторонам и подумать. А кому может это все быть нужно более, чем мне? Просмотрев весь негатив на вас, мне стало более понятно. Поэтому задаю такой вопрос и просьбу. Делайте то, что вы делаете с Божьей помощью. Ваши близкие хотят вам добра. Я хочу вам добра. Идет Игнатий. Не все священия ГРПЦ МП на самом деле священия ГРПЦ МП. С Богом спаси Христос. Ну, то есть, не все они дальше. Виталий Виноградов. Игнатий, вы молодец. Бог с вами и он вас любит. Валерий, Валерий. Это за столом не обедаем. И она пишет. Или он. А почему вы не во главе стола сидите, как старейшина? Ой, еще. Барыша Василий. Упоминание о саде. Потеряйте сад, который. Если это все тот же сад, который был в 70-е годы, то очень рад его сохранности. Рад, что это село возродилось. Господь с вами. С большим уважением, Барыша Василий. Тверская область, город Удомля. Ну, вот видите, что мы сейчас посмотрим уже в интернете, что и как было. Вот у меня открыта страница в моем мире. Вот видите, как там другие страницы. Там я с голубем или как-то. И вот сюда заходите. Тут легко переписывайте. Сколько у нас здесь видео? Видео 2422. И фотографии. Ровно 18800. Здесь очень богатые, много людей. Вот я смотрю, посещаемость какая-то. Уже сегодня перетащил сюда. 80 с лишним. Вот здесь вот ежедневное посещение. Вот я когда ткну, и вот показать, на минутку отвлекусь тоже. Это ежедневное посещение. Вот посмотрите, как одеты. Смотрят прямо. Можно говорить, глаза видеть. Ну и другие, которые, если не такие. Ну, в основном, вот это что за чучило? С кем дружить-то? Ну, это не друзья, просто посещаемость. И вот это вот как раз заменено было. Дельфин со цветочком. И она прислала фотографию свою. Вот смотрите, как вот. Малыш этот, который говорит. Вот они какие. Сергей тут парализованный. Надо показать. Вот так вот делайте, чтобы видно было лицо. Вот сидит прямо, видно лицо. Вот другая. Это моя страница, но я с ней, там, модераторы по ней общаются. Вот так. Я сейчас сюда возвращаюсь. Ну и дальше. Это что у нас тут? Вот так. Что тут говорят они? Подожди-ка, маленько. Вот надо. Откуда? Анастасия Панова, Брянск. Это что написали вчера? Мир вам, почему многие люди обвиняют вас? Вы признаете крещение РПЦ? А чем занимается в вашей деревне? Какой распорядок дня? У нас все это написано. Как ее избать-то? Анастасия. Анастасия, там все на вас написано, там и берите. Ну, почему нападать? Это естественно так. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Если говорят о вас все хорошо, то горе вам, горе. Вот, естественно, я иду против течения, создал течение, чтобы они увидели, куда заползли, куда все это зашло. Сегодня патриархия, а то другое, на суде Божьем ничего этого не будет. Все эти структуры развалятся, все примут Антихриста. А то сегодня уже всем понятно. Патриархия подгоняет престол Антихристу. И кто говорит это? Осипов. Кто об этом говорит? Игнатий Причининов, но по порядку. Это то, что в России. Самое негодное, что есть в религиозных кругах, где-то это сегодня указывает на принятие Антихриста. Практически. Дальше. Сергий, 31 год, Томск. Да поскорее, не трать время для нас. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Спасибо нас Бог по молитвам святых отец и молитвам Его Пречистой Матери. Я хотел вопрос вам задать, который меня очень волнует. Вот вы говорили, что католики, копты, армяне и сирийцы это церковь. А святые отцы многие говорили против них, что они погибают и с ними нельзя никак общаться. Как вы это совмещаете? Я не совмещаюсь, я просто говорю. Никого у меня нет, я с православным где-то. Я понимаю и так. Но вы понимаете и так. У меня свое мнение. Где есть рукоположение епископа, епископата от апостольского времена, отца церковь. Где нет, это не церковь. Вот и все. Дальше. И еще скажите, какое у вас отношение к Михаилу Денисенко, Филарету и к киевскому патриархату в частности? Я уже отвечал конкретно. К нему я причащаться не пошел был. Но сказать ничего не могу. И он, его рукополагали, был митрополитом, его предали анафеме здесь. И он опять стал патриархом. То есть без этого он даже не представляет. А говорили о смирении, везде прелесть, гордыня, прелесть, гордыня. Но больше прелести и гордыни, чем в Денисенко, трудно найти. Даже вообще вообразить нельзя. И никаких причащаются, рукополагают и делают. Ну еще. То есть веры-то нет, это все для других. Тут же показывает его жена, дети, которые были уже в монашестве нажиты. Но так ли я не знаю. Я ничего не могу сказать, кроме того, что не так. Является ли церковь? Да Бог ее знает. Является, не является. Зачем мне об этом говорить? Я скажу, не является. И чем я докажу это? Является. Доказательств нет. Сами смотрите. К нему я причащаться не пошел бы. Ну вот так. Теперь дальше. Да, что еще? Сергей Пермяков, 39 лет. Город Лысьва. Здравствуйте, Игнатий. Можно с вами пообщаться по вопросу веры во Христа. А если глубже, то мои проблемы. Можно. По латыни наберите Игнатия и вплотную 10. В скайп заходите. Хорошие вопросы будете задавать. Елена, 42 года. Ростон-Дону. Доброй ночи, Илья Тихонович. Мир вашему дому. У меня к вам вопрос. В чем заключается любовь к ближнему? Вы понимаете, такие вопросы. На любовь к ближнему в чем заключается? Ну, делай добро. Не делай того, чего себе не желаешь. О его спасении надо заботиться. Только в молитве о ближнем или как-то еще? Ну, как молитва одна. Молитва это молитва. Молитва должна подтверждаться делами. Не искушай Господа Бога твоего. И в молитвах. Когда молишься. Как доказывать любовь-то? Видно, что любишь, не любишь. Помогаешь ему. Или только на себя все делаешь. Любишь ближнего, значит, ну, не делись с ним всем. Любовь Савопулова, Россия. Здравствуйте, Игнатий. Вы старобрядец. Вы кладете крестное знамение нечетко. Размыто? Как это мы? Ну, на вопрос ставят. Более четко нельзя сделать. Вот, смотрите. Крест, лево, право, лево. Мы за этим смотрим. Я ни разу не перекрестился, как патриарх Кирилл. Ни разу. В жизни ни разу даже. И потом у нас не размыто. Ну и все. Вот так. Теперь дальше. Продолжаем. Арсен Пагасян. Проси, Господи, я очень рад, что Вы уделили мне время и ответили на очень важный для меня вопрос. Я смотрю Ваши видео в Ютубе и многое проясняется в моей голове. Во свете Библии, конечно. Что меня радует, как православного, то, что Вы все, что говорите, приводите слова из Священного Писания. Дай Вам, Бог, многих лет жизни, здоровья и терпения. Для Вас, Господь, многих людей спас и привел в Свою Церковь. Да не будут мои эти слова искушением для Вас. Братьям и сестрам, передавайте Мои приветствия. С любовью, раб Божий, Арсений. Но видео, о котором я говорил, было бы очень полезным для всех нас, если Вы снимаете видео со своими пояснениями и мнениями. Ну, это Армянин, и это у отца Кирилла Сахарова были на Берсеневке, от храма Христа Спасителя, метров 200 храма это где-то. И он принимает православие. Ярослав, я говорю. Прости Христос, Игнатий Тихонович, благодарю Вас за совет. Очень мне их жаль, ведь они воспитывают моих внуков. Какими они вырастут? Ну, то есть, это ее зятилья, между собой они не ладят. И мне нечем оправдаться перед нашим Спасителем. Я очень каюсь, что с юности моей я не знала Господа, и сама жила во греках смертельных. И сейчас уповая только на милость Спасителя. Уже несколько лет, как мысли, меня не покидают о монашеской жизни. Даже просила игуменью в Покровском монастыре в Бургундии. Но она мне сказала, отказала, сказала, что вы нужны детям. Хотя мои дети все замужем, их у меня три и только. А одна из них, старшая Людмила, прислушивается к моим советам, читает святых отцов, ходит в церковь. А другие находят всегда оправдание. То работа, то голова болит и так далее. Посмотрев ваши ролики, где вы высказываетесь о монастырях, задумалась, а может и правда не надо в монастырь. Сама не знаю, как мне быть. Надеюсь, что Господь мне укажет путь мой. Им же пойду, прошу ваших молить. Спаси Христос. Я был в Жордан-Вилле, монастырь зарубежной церкви. И вот подходит одна женщина, одетая во все черно. И она стала рассказывать, беду сама плачет. Что случилось? У ней, кажется, три дочери. И то ли младшая, или какая у них такая ревностная где-то. И она начала с матерью, но не во Франции, это тоже из Франции, в монастырь. Постричься. Сама там в монастыре. Что с ней случилось, неизвестно. Но вдруг она все переменила и стала искать женихов по интернету. И этих сестер, они за ней стали делать. И потому что это у нее и так сделалось, и она покончила жизнь самоубийством. Для матери это страшный удар был. Она подходила, что делать? Ну что сделать? Уже все позади. Не надо трогать. Надо было сказать и все. Я, говорит, настаивала им. Видимо, монастырь тащила их. Отца Багасян, спасибо Господи. Очень рад, что вы ответили мне. Ну ладно, дальше. О чем я говорю? Еще раз уточните, что бы вы хотели в видеоролике услышать. Вполне и точнее, чуть пространнее. Жду ответ сразу же. Дальше. Вот сегодня читали, как раз про это, чтение рождественское какое-то. И на молитве считали 63-й псалом. Вы его прочитайте. Вот обязательно прямо в строку. 63-й псалом. Сегодня читали. Теперь. Про монастырь-то. Только не монастырь. О том, забудь и трудись здесь, и не сухашай Господа, Мирослава дорогая. Виталий Попов. Добавил вас в мою френд-ленту. Я мусульманин. Полгода назад принял ислам. Валейкум Салам. Про Павла он или тех, кто под его именем себя выдавал. На самом деле не имел никакого отношения к Иисусу Христову. Видите как? То есть он мусульманин, и поэтому они ненавидят Павла. И особенно в послании к римлянам. А это я в доме Муллы с мусульманкой, с Амирой Тагеевой, беседуем в Азербайджане. В Баку. И вот даже, ну прочитай, языческие и проще, что он тут есть. Просчитать можно. То есть они не верят в это. Безграмотные в Ветхом Завете, там ошибки. Владимир Родионов. Игнатий, можете, пожалуйста, меня пригласить к себе в вашу деревню Потеряевку. У меня просто после смерти жены окончилась жизнь. Я готов на все условия и очень верю в Бога. Прости меня, Бог, и простите вы. Простите, Игнатий, но Бог у меня забрал все. Теперь я не нахожу у себя место. Я очень верю в Бога. Но теперь у меня постоянно депрессия, и не знаю, как с нее выйти. Нет, это не наш клиент, один. Он не приживется, и тем более депрессия и прочее. А то у него будет продолжать сидеть, и начнет искать жену где-то. Совершенно не наш контингент. Кто? Читай быстро. Никита Антонов. Ну, что долгое время тратишь? Я даже не видел. Здравствуйте, хотел спросить. Я знаю одну молитву, услышал ее в фильме. Она мне очень понравилась. Вот она. Господи Божий сил, Боже спасения нашего, призови милости и щедрот на смиренные рабы Твоя. И человеколюбно услыши и помилуй нас. Помози нам, Боже спасения нашего. Ну, да увидят все языцы, якоты Бог наш, и мы люди Твои, поддержавы Твои, всегда хранимы. Ныне и присны во веки веков. Аминь. Может, вы знаете ее? Расскажите что-нибудь о ней. А что говорит? Вот все сказано. А о чем не понятно? Вопрос не понятен даже. Я не видел нигде, чтобы погребались вертикально. Крещение есть погребение, смерть Христа. Хотя сам Христос и умер телом в вертикальном положении, но был погребен горизонтально. Ссылочка можете... Как духом погребен? Ну, погребен. Сектанты опрокидывают на спину. Такого не было в православии никогда. Он вертикально умер. Смерть Христа крестились, они в положении во гроб. Это положение во гроб крестят. Они нарушают Писание кремлянам. Шесть четыре. Еще что? А вот что, еще ты против или еще? У православных никогда этого не было, чтобы его на спину опрокидывать. Я-то тому я отвечаю. Вы не подходите ни по одному параметру для поселяющихся в этой деревне. Одиноким тут не прижиться. Уже опыт доказал это. Бог вам в помощь добудет. Дальше. Никита Антонов что-то молитвы спрашивает. Если вы не знаете какой-то молитвы, то не переживайте. Есть в молитвословии много иных молитв. Молитесь и своими словами. Филиппийцам 4.6. Не заботитесь ни о чем, но всегда молитвы прошили с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом. Вот мы открываем дальше и смотрим. Что еще? Вадим Белов, я не видел ни где, что погребались вертикально. О мощах. Вот смотрите. Я выделяю, а вы посмотрите где. Вот что о мощах. Это все взято из жития святых. Вот пожалуйста, смотрите. Я запектирую. Это из жития святых взято-то. Из Святой Библии. Вот один вопрос. И какой ответ должен быть? Смотри. Это один ответ. Один ответ сколько. Посмотри, сколько времени уходит на это. А просто так махать руками-то это ничего не даст. Дальше. Мирослава. Слава Иисусу Христу. Вы говорите, трудись здесь. Я-то стараюсь, но мне кажется, что я ничего хорошего не делаю. Что все труды мои весь есть мерзость перед Господом. Я обучил сделать иконы, обрабатываю доску и наклеиваю литографию. Ну понятно. А в своей биографии пишет и как же, что она хорошо описана. Ну просчитайте. Просто у меня времени нету дальше. Арсен Погосян. Если полнее и точнее, то почему наша церковь считает неправославной? Почему вы с этим не согласны? Ваши мысли по этому поводу? Ваши комментарии? И конечно же, что об этом может писали или говорили о святые отцы? Мы с ним встречались и говорили. Или может священное писание помогает нам в этом вопросе разобраться? Вот так все. Просчитайте дальше что. И дальше о чем? Виктория, если гнатья, миссионерство это дар Духа Святого? О знак вопроса. Кто может быть миссионером? Дальше. Здравствуйте, Юлия Зеливинская. Здравствуйте, отец. А почему вы на католический паблик подписаны? Разве католичество не ересь? А как лично вы относитесь к католику? Я не понял, что он на католический подписан? Ну, интернет какой-то ресурс там. Я не подписан, нигде нету. Виктория, если гнатья, миссионерство это дар Духа Святого. Кто может быть пенсионером? Ответ. Да, это да. А как уж кому дан, это нужно смотреть на опыте, убедиться. Считаю, что это может быть дано каждому. Но уровень разный есть. Деяние 84. Так. Да, вот. Где и какой паблик? Я даже слово такое не употребляю. К католикам отношусь, как братьям по вере. Пойду под благословение их папе, кардиналу и священнику. Ну да. Это патриарх подходит и Алфеев. Это и все. Я ничего вот и не вношу. Почему? Арсен Погайся, почему это же вопрос? Я уже не раз отвечал, что никогда не вхожу в эти вопросы, касающиеся учения Святой Троицы. О волях, о свойствах, естествах. Для меня армяне верующие по их учению. Братья во Иисусе Христе. Я подойду под благословение к их церковному начальству. Вот так. Псалом показан. Вот прочитать нужно. Еще что? Татьяна Галахова. Спасибо, батюшка. Я инвалид с детства. Не хожу. Болезнь, хрустальная ломкость костей. Я не унываю, всему радуюсь. Жизнь прекрасна. Молюсь, езжу в храм на такси, причащаюсь, живу с мамой. Двумя котами, много друзей. О, молодец. Какая-то благословит ее Господь. Как ее звать? Галина? Татьяна? Татьяна Галахова. Благослови тебя Бог. Дальше. Это кто? Роман Ращенко. Подскажите, дедахи для православного это честь преданий или нет? Ну, предание считается второму веку относится, подложенное, но что-то полезное можно взять. Дедахи, она не входит ни в каноны, нигде. Никита Антонов. Ну, еще, честно говоря, это единственная молитва, которую я знаю. И я не знаю даже Отче наш. Я, может, это и глупо, но перед сном я молюсь вот этой молитвой, которую я вам написал. Не зря я это делаю. Ага. Это ответ. Какой ответ тому? Ага. Татьяне Галаховой. Да. Благослови вас Бог. Дедахи, по разному отношению это не канон, дедахи-то. Да, и что? Так, Никита Антонов, не зря я там... Вот я ему отвечаю. Что сделать? У вас там много ошибок. Лучше сходите в храм и купите молитвослов. Читайте по-русски псалтирь. Вот. Это кто? Вера Кистанова. Ага. Если в жизни ничего не получается, и в Бога верую, проблемы в моих грехах... Ну, как, в жизни ничего не получается. А как я могу ответить? Ничего не получается. Ну, живешь, что утром встала, оделась, поела, уже получается. Желудок варит, уже получается. Дверь за собой закрыла, уже получается. Ну, я не могу на это ответить. Я все, за все Бога благодарите. Так. Вот он, а дедахи. Так ее, получается, не признают за написанную апостолами дедахи-то. А он Никита Антонов отвечает. Это из романа «Льва Толстого». Вот видите, какая владыка, молитва. Вот, прочитайте ее. Сейчас открою ее. Вот она где. Просто закрепитесь и прочитайте. И дальше вот какая. Вера Кистянова. Если в жизни нет ничего, не получается. Ну, она не получается. Продеборимые греха спрашивает. Что не получается? Замуж не вышли? Да все благодари. И ни на чем, в своем не настаивай. И ни с чем будут сравнивать. Угождаю Богу. Псалом 1 глава 3 стих. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Юлия Зельвинская. Я с рождения католичка. Когда был крестовый походок Константин. Ну дальше, про что это было, прочитайте здесь. Она пишет. Про свою жизнь, католическое сравниваю. Дальше. Так, Роман Ращенко. Так ее, получается, не признают за написанную апостолами. Ну ладно, это ответ такой. Это приходят люди. Ростислав. Здравия, вы не хотели бы сделать скайп-эфир со сторонниками славянского родноверия? Нет, конечно. Зачем это нужно? Одна мерзость. Наш ответ. Нет, вот наш ответ. 1 Петра 2.12. Я смотрел их ролики, что бесовщина сплошная. Так. Дальше. Виктория, отец Игнатий, скажите, что вы можете мне посоветовать? Я хожу в школу православного миссионера. При храме апостола Фомы. Ну, Кантемировский. Что можно прочесть? Ну, что-то прям запинаешься на одном месте. Я только с сентября посещаю занятия. Была на уличной миссии. Стоит ли ходить сейчас на миссию или надо больше знаний набираться? Набираться и ходить. Вадим Беловский. Что он тут? Все же Кураев кажется прав. У вас причудливая смесь. Обычай почитания мощей зафиксирован Вселенским собором. Дальше он что говорит и прочитаете здесь. Ну, не так понимаешь. Ну и все, до свидания. Ты узнал, я у тебя узнал. Теперь было. Все, мощи нужны, бери. Мощи, я тебя не отнимаю их. Оля Волошина, доброе утро. У меня вопрос. Чего ты сегодня тормозишь-то так? Ну, бывает. Быстрее, начинай. Где будет вечная жизнь, на небе или на земле? Ага, это и яговисты спрашивают. Написано, кротки наследуют земли, будут жить на ней вовек. В других местах Писания есть, где говорится о Царстве Небесном. Например, трудно богатому идти в Царство Небесное. Так где на самом деле будут? Обратитесь к батюшкам там. Я уже это отвечал 105 раз, наверное. Так, скажите, вы можете мне посоветовать? Я ухожу в школу православного миссионерства. Ну, понятно. Им что отвечаю? Думаю, что у вас в киоске, я это сам видел, когда там был достаточно печатной продукции, чтобы получить там вполне компетентный ответ. Ну, то есть там на Кантемировской мы в Москве были. Надо и учиться, и ходить на миссию. Хотя бы смотрите, молиться. Это уж прямое ваше участие и помощь за тех, кто уже трудится. Это время зря не теряйте. Стремитесь к совершенству во всем. Ну, дальше я показал, что и как понимаю. Вот оно. Еще что. Оля Волошина, 2 утра. Где будет вечная жизнь? На небе или на земле вечная жизнь будет? Вот отвечаю. Восхищены будем на облаках. Дальше. Для истинных христиан в Царстве Небесном. А для лжесвидетелей под именем Иеговы, ищущих в себе и другие погибели, и на земле ныне, и не в вечность. Не будет покоя. Титатра 10. И как разумляюсь, они самоосужденные. Дальше. Сергей Шорох. Я потрясен. Я думал, у нас только в Москве мощные миссионеры. Оказалось, что я не прав. И судя по всему, у вас очень хорошая община, где сестры одеваются правильно. Вы меня очень заинтересовали. Обязательно зайду к вам, просмотрю ваши материалы. Я сейчас с телефона с вами общаюсь, но у меня уже слезы на глазах. Да благословит вас Господь. Это крайне важно благовествовать и строить хорошие общины, где будет не только постоянная молитва, но и хорошее богословское образование. Православный христианин не может быть необразованным богословски. И Дух Святой Библии растолковал. Мое сердце переполнено радостью. Я вас уверяю, когда я просмотрю ваши материалы, то я обязательно сделаю вам хорошую рекомендацию, вплоть до того, что на уличной проповеди буду давать ваш сайт и ваши координаты. Я, по-моему, эту строчку пропустил. Не знать досконально Библию. Это плохо. Понимание святых отцов. Так как Дух Святой написал Библию, вот так. Дмитрий Новиков, вы относитесь к русско-православной церкви? За границей. Дальше. Владимир Миков, Новый Уренгой. Ну, прочитайте тут что-то, ответ какой-то. Так. Что тут? Сергей Шорох, я потрясен. Это я ему отвечаю, свои данные даю. Дмитрий Новиков, вы относитесь к русско-православной церкви? Да, с прибавкой буквы Z зарубежной. Да, да. Александр Гм... Гмыплигрып. Дальше. Досточтимый, Игнатий, простите за беспокойство. Слезно прошу молитв о здравии нашей, вашей общины. Робе Божии, Александре, обо мне. Робе Божии, Елисавете. Насколько есть возможность, поминайте нас, Христа ради. Сам я из православных старообрядцев, единоверцев, РПЦ, АМП. У нас начались проблемы с обучением и здоровьем. Спаси Христос, 20 часов вечера по Москве, пожалуйста. Спаси Христос. Дальше, кто это? Андрей Шаров. Шорох. Да нет, это Шаров какой-то. А, это другой? Да. Ну-ну-ну. Добрый день, слушаю чтение Библии в вашем исполнении. Мне очень нравится стиль вашего чтения. Меня заинтересовало, кто именно так проникновенно читает. А я через интернет узнал о вас и вашем добрых делах. Извините за столь, Оль, может скомканные выражения. У меня это первый опыт. Ну вот я теперь пропускаю, считайте, смотри, много это. Ну, прочитайте сами, что пишет. Дальше. Так, Алексей Широких. Дальше вот он что показывает, как идут занятия. Беседа Стеняева с мусульманами. Как вам, отец Олег Стеняев? Мне эта беседа очень нравится. Для всех, которые там миссионерами называются, самое правильное, отец Олег. Он прямо считает Библию. На Библию опирается. Андрей, понимаю, что у вас мало времени. Ну, такие странные вопросы. Но если возможно, ответьте мне. Заранее вам благодарю, Андрей. Мне, в кавычках, свидетели Яговы, давно и хорошо известно. И правильнее имя должно быть такое. Лжесвидетели под именем Иеговы. Это даже не секта христианская, а лютое дьявольское заблуждение. Если вы уже приклеились к ним, то вас оттуда очень и очень трудно будет вывести к свету. И дальше я приглашаю куда? Отца Олега. Так. Отца Олега я знаю. Мы с ним не раз встречались. Он к нам приезжал. Считаю, что из всех широко известных проповедующих из православных, он больше всего обращается к Святой Библии. И это верно во всех отношениях. Ему поклон передавайте. Андрей Шаров пишет. А в чем именно они лжесвидетельствуют? Что является их главной особенностью? Мы изучаем только Библию и брошюры, и звездность. Я беру... Я беру, но не читаю. Библия важнее. Ну, понятно, о чем дело. Тоже там... Дальше. Татьяна Михайловна Федосеева. Спасибо, Господи. Не скрой, у меня сложное чувство после просмотра видео потеряешь. Мне кажется, что место проживания не является залогом спасения души. Да. Сугубо городскому жителю весьма сложно представить себе в условиях данной деревни. Что-то вне старого обряда. Но вы ведь пользуетесь интернетом, то есть технический прогресс вам не чужд. А людей приглашайте в 18 век. И еще какое будущее у детишек? Дети должны получить образование или нет? Нет. Простите меня, но я написал о своем мнении. У вас так понимаете. Мы так понимаем. Все учатся, заканчивают университеты. Так, Андрей Шаров. О чем именно за свидетель? Это я отвечаю ему. На нашем сайте и форуме есть полное толкование Нового Завета. И лучшего вы не вряд ли где найдете. Тут и питайтесь. Святые отцы Вселенской Церкви дают нам пищу сию. А после общения с этими архиеретиками бесследно ни для кого не проходило. И от их учения будет из-под воль пропитывать вашу душу и мозги. Дальше. Сергей Шорох. Сижу на вашем сайте, оторваться не могу. Столько вопросов и грамотных ответов. И не собственного словоблудия, а подкрепленный Словом Божиим и Отцами Церкви. Я думаю, у вас надолго зависну. Меня очень мучает вопрос воспитания детей. Я пытаюсь понять, пытаюсь осмыслить, почему прошло 20 лет, как Церкви дали свободу и выросло не одно поколение, но дети почему-то отпадают от Церкви. Меня этот вопрос очень тревожит. Почему мыслимы не отпадают? Почему иудеи, а именно мы? Народ Божий Нового Завета, православные христиане. Почему мы не осмыслили свои ошибки в воспитании детей? Почему отпадают? Понятно, что действия сатаны. Но что мы не так сделали? Что мы упустили из Библии и отцов в Церкви, в воспитании? Я сейчас читаю некоторые ваши ответы и полностью с вами согласен. Ну, все согласен, значит, нашел тот ответ. Повторять меня не надо. Юлия. Отец, это опять я. На самом деле со мной случилось очень большое несчастье, после которого я перестал охранить в Церковь. Я посмотрел ваше видео с католическим священником. Мне показалось, что вы не агрессивны к ним. 15 октября 2014 года. Когда я потерял ребенка, а я раньше спокойно относился к православной фразе, нервы это грехи. Теперь не могу согласиться. Сижу на Адаптоле. Павлина Фучик. Добрый вечер, батюшка. И скажите, вы не знаете, из-за чего может быть стук в правом ухе? Что? Из-за чего может быть стук в правом ухе? Как я приехал в город на учебу после праздников, ложусь спать и слышу стук этот. Не знаю. Это уж я не знаю. Там обратитесь к врачу, батюшке. Как будто на что-то отвечаешь. Что тут? В Новом Завете в Синодальном переводе есть текст от Матфея. Ну все, прочитайте. И еще что? Вот это предупредка. Есть текст Матфея. Ну дальше. С большой буквы или с маленькой. Это не Матфея написал, а наши переводчики. Ориентируясь на иные места в Святой Библии, на толкование святых отцов. Бойтесь Бога. Вот это того, кто может полубить Гиене. Блаженый Фифилак. Ну дальше прочитайте, какой ответ ведь ей большой. Вот оно все. Закрепитесь на этом. И дальше ответ вот какой. Татьяна Ерина. С праздником. А разве сейчас старосты при храмах и приходах есть? У нас убрали. А если есть, то они занимают ту должность. У нас с толкозначеем наведет дела храма в другую должность. Видите, что убрали все это дело. У нас есть и был и будет. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Меня зовут Светлана. Я вижу, что на вашем форуме много ответов на вопросы. Но у меня есть к вам предложение. Новая идея. Сделать даже только, так же только видео в формате на YouTube. Еженедельный час видео ответов на вопросы Библии. Ответов на вопросы. То есть это раньше было, но я не мог сделать. А сейчас вот у меня есть возможность. Ну и дальше. Анонсы и прочее. Вот это как раз мы и делаем сейчас. Прочитайте, что она просит. Вот я посчитаю, что старосты всегда были. Вот посчитай вот это. Так, где? Ну считай. Испокон веков. Испокон веков были старосты, старейшины при храмах. Но совсем-совсем недавно в Синут Московской Патриархии узурпировал всю церковную власть. Отнял законную власть у всех. И теперь манкуртизированное паство вообще не имеет права рот раскрывать или управлять делами общины. Мы-то имеем счастье не быть под эгидой Сталинско-Беревской Патриархии. И наши кавычки открываются. По дому, как в древнем Израиле посылает Господь судьи и пророков, так и в церкви свои в моменты чрезвычайные он обычно посылает людей в исключительной благодатной одаренности. Как бы пророков, сильных духом и верою. Не имея официального назначения, эти люди сами самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. То есть они не могут сейчас разбирать на этих рождественских чтениях, они не предполагают, что такое может быть, Бог избирает. Они как огня этого боятся. Все должны быть только так, с чего изборитесь. Батюшка благослови, батюшка благослови. Счаще исповедуйся, чаще причащайся. Вот это манкурты. А вот говорит, что митрополит. Но это предводительство не имеет официального характера. Не является установленной в церкви должностью и не всегда содержится служебных рамок. Как и всякое пророчество, оно и есть лишний подвиг таких людей, делая их личной внутренней духовной предприимчивостью и ревностью о Боге и церкви Божией. Митрополит Сергий Старогородский. Ну а дальше мои вопросы какие из книги, ответы какие есть. Вот прочитайте тут что есть. И дальше вот оно как. Старейшина староса встречается все в Библии 215 раз. Вот оно где. И что? Здравствуйте, Игнатий. Меня зовут Светлана. На ваших много ответов. Ну вот понятно. Есть правила. Кто дает предложение, тот и должен выполнять его. Вот и помогите. Вот и помогите. То и получите. Награда вам будет. Мы уже пытались это сделать, но пока так и не сумели распространить широко. Начать сначала. А чем тут? Ну как это? Как мы сейчас? Рубрику сделать? Ежедневную? Рубрику сделать. Ну а теперь получилось у нас. Дальше. Варвара Невская. Добрый день. Я продюсер телеканала Live News. Мы готовим большой сюжет о крещении. Хотелось бы узнать, есть ли возможность каким-то образом выйти на отца Евтихия. Дело в том, что нам очень интересна его позиция касательно крещенских купаний. Могли бы вы помочь пообщаться с ним? Ну я им дал адресы. Вот дальше. Варвара мне позвонила уже. Я дал ей телефон отца Якиму, у которого, думаю, есть телефон епископа Евтихия. Арсен Багасян. Если моя просьба может навредить вам или приведет к нападкам той или иной стороны, имея в виду церкви, то не нужно видеоответ создавать. Ваш ответ мне лично помог. Просто я знаю, что этот вопрос многих ромян беспокоит, поэтому я попросил вас. Потому что ваш авторитет в православии немаленький. И может это поможет нашим церквам и нашим священникам стать более близкими, начать видеть друг друга братьев. Прекрасно. Мне ждать или не ждать видео, что вы решили? Потом мы беседовали с ним. Ответ. Видео по армянскому вопросу от меня не будет. Нет достаточных причин и нет материала. Мне с ними не во вред. Я их считаю истинностью церковью Христа. Это могу подтвердить любому по хиротонии мировым. Дмитрий Чернушный. Почему вы так часто хвастаетесь, когда при каждой возможности вспоминаете о своих бесконечных книгах, стихах и о том, как вам епископы гонялись, чтобы сделать вас священником? Ну, гонялись, говорили, то другое там. Ну, слышали, а что вы боитесь-то? Хвалящееся хвались Господом. Я ни к чего себе не приписываю. А почему? Потому что у Якова написано, покажи веру твою бездел, покажи, это настаивает. А я покажу из дел моих. И город не может укрыться. Город. Если город построен, зачем его прятать? Он не может укрыться. Это милостью мне-то подать. Там молился, закрылся тайно. А это город. Как я могу прятать? Это вообще невозможно. Зачем же прятать-то? Это необходимо. Но если ты лежишь в кустах где-то, даже в низине где-то, кто тебя будет знать-то? Ты, во-первых, на ноги не встал. Дальше не выбрался из херровника греховного. И благовестия нет. Что? Ксения Плохотниченко. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Мир вашему дому и всех вам божьих благ. Спасибо огромное за приглашение у друзья. Я большим интересом просмотрел несколько ваших фильмов. Это просто клад духовности и веры. Я пришла к вере 10 лет назад. Но все равно я как слепой котенок, тыкаясь в темноте. Некому у нас наставлять и учить слову Божьему. Все сами раскапываем и ищем истину. И мне бы очень хотелось от вас узнать о сегодняшнем нашем положении в такой апокалиптический век. И мне бы услышать вашу точку зрения о всемирной глобализации и электронной нашей диктатуре. Как быть и как поступать. То есть это на форуме у меня все это есть. Вам ответ нужен? Сами не можете найти ответ в вопрос. Да. Глобализация. Я показывал, где вот она. Смотрите. Это на нашем форуме. Подробно описано. Юрий Рихтер. Я ремокатолик. Отец Юрий. Извездка епархии. Кардинал. Отец Игнатий. Я от православных мало знаю. Почему вы отращиваете бороды? Это ритуал какой-то? Это я не знаю. Ну посмотрите. Сиксинская Мадонна. Вот она. Папа Сикс. С бородой. Это не я делаю. Это ваши рисунки и прочее. Про бороду спрашивают. Почему вы бреетесь? Почему женоподобные лица имеете? Зачем вы это под гомосексуалистов все подводите-то? Это блудодейная ересь, как протопопа вакуум говорил. Тут вопрос я должен задавать, а не вы. Обродобрите. Вот она где. Смотрите. Об иконах. Крестные ходы. Об иконопочитании. Александр Тарасов. Христос посреди нас. Что-то происходило с вашим сайтом ВКонтакте. Пришлось аж в фейсбук писать. Дудин Сергей сказал трем-четверем. Нажали, вырубили. 1300 человек. Недели две не могут зайти. Только открываются. Опять нажму. То есть такой подленки нигде я не встречал. Как патриархийные волки лютые делают. Ну дальше, что он мне говорит. Вот здесь это большое. Посмотрите где. Вот. На этом все. Сейчас я покажу еще наш видеоканал. Посмотрите, как выглядит наш видеоканал. Вот он. Открытым оком. Около 4 или больше тысяч роликов у нас есть. И вот здесь внизу. То есть если нажать главную страницу. То откроется жития святых. На каждый день. На счете до мной 80-е годы. Прекрасные здесь жития. Слушайте. Жития святых. Признаю их или не признаю. Вот ответ. Кроме того, у нас сайт. Во свете Библии. Вот эти чтения они взяли отсюда. И взяли там маленькую часть. И ту исказили. Эти евангельские или какие там рождественские чтения. Но они не могут по-другому. Это патриархийная ложь. Тройным накрывает их. Они не могут безо лжи. Они просто не могут. Вот. Ну а теперь что? Которые зашли. Вот наш православный форум. Как он выглядит. Всегда нажмите. Вот здесь вот новое сообщение. Это на первую страницу сюда займете. На последнюю. А вот здесь вот дальше общий поиск. Ну и заряжайте какой надо вам. И все у вас будет как надо. Еще раз показываю. Вот кто-то зашел за это время. Это не без подготовки, без всего. Сейчас я прямо на ходу. Вот оно. Что он здесь говорит? Просто показать как. Что тут? Пересчитай. Уважаемые земляки. Спасибо вам за ваш нелегкий, но радостный труд. Так желаю вам успеха. Успеха в вашей жизни. Вот пронесу его только напрасно. За свою правоту он заплатил самую дорогую плату. Свою жизнь. Сейчас всем нам старается не давать нормально жить современная власть. Вы это сами ощущаете на себе. Я потомственный крестьянин. Волею судеб сейчас живу в Тверской области. Внушар рвется на родину. На Алтай. Все ваши места мне добыли родные. Там встретят свою судьбу. Вместе уже 47 лет. Ну видно, что человек уже не молодой. И вот так. Ну а тут какое-то другое было. Это надо посмотреть. Сейчас вот так вот нажать. А теперь самое новое. И откроется или нет самое новое. Вот которое есть. Если и откроется, значит еще нету больше. Вот это сейчас пока говорили. В это время еще сколько пришло. Сколько людей приходит вообще. Вот так. Александр Рагель. Вот о чем он пишет. Сейчас посмотрим. Александр Рагель. Открылась. Считаем. Тайно только молиться можно. Как бы Бог явно не воздал. Вот так. Видите как. Все. А ничего больше разговора нету. Ну на этом все. На сегодняшний день. И сейчас ты отдохнешь. И мы начнем рождественские эти чтения. Успеть до утра еще. У нас время-то есть. О. Еще и эти пришли. Райхан. Вот зашла она-то в скайпе. Еще она тут была. Еще сказала. Попутно показать. Ну считай. Доброе утро, Игнат Тихонович. Вчера отснялись на передачу. В общем через пару недель. А может и поболее выйдет в эфир. А насчет этих злобствующих змеев. То не обращайте на них внимания. Пусть ползают. Я пропускаю такие ролики. Берегите здоровье. Храни вас Бог. Видите как. Недавно познакомились. Она пришла в православие. Там знала с какими-то сектантами. Вот сейчас пока говорили. Видите. Без всякой проверки. На ходу говорим. Люди не понимают, что слово Божье живо и действенно. Вот слово сказать. Ну ладно потом. Что во избрание. Сколько раз встречается. Апостол Павел говорит об избрании счастья. Православные не знают. Они не избранные. И поэтому я сказал. Я знаю, что с детства избран был. Прям умирают от страха. Сатана. Просто обуявляют. Это одержимость бесовская. Боятся избрания Божие. А что сатана их прихаблучил. Это ненормально. Богу нашему слава. Во веки веков.